готовлю ужин здесь у меня куриная печенка две упаковочки вот кто для тех кто живет в голландии брала в гофлите часто в албертхане тоже беру и уже порезала сюда одну луковицу порезала мелко как на пассировку это она уже прозрачненько буду готовить со спаржевой фасолью и со сметаной если есть морковка положите морковку тоже классно у меня вот были немножко овощи для супа уже порезанная тут морковка кубика не при такой вот и зелень немножко так что вот я добавила сейчас это все перемешаю и буду добавлять спаржевую фасоль с это немножечко обжарю добавлю специи я добавляю куриные печенки соль перец естественно обязательно карри или перри как вы называете куркумин да добавляю имбирь если у меня есть молотый а можно даже немножечко если есть свежие и также люблю добавить камайн или кумайн как вы его называете и чеснок обязательно чеснок но в самом конце ну вот прошло буквально минутка наверное полторы я добавила специи перемешала вот эту минутку полторы обжарила и добавила теперь вот спаржевую фасоль можно взять замороженную можно взять свежую я вот режу ее обычно где-то режу одну вот этот стричок фасоли на 3 части если очень длинная можно на 4 так чтобы вам удобно было есть я уже немножечко ее посолила сверху чтобы она быстрее таяла да скажем так у меня тут все хотят кушать нужно быстрее картошка уже практически готова в духовке и я добавляю немножечко водички ну немножечко это грамм 100 ну вы смотрите по вашей порции как вот видите чтобы там вот была на дне сейчас я это перемешаю и все и уже когда она будет готова я потом добавляю сметану или сливки что у вас есть можно ничего не добавлять но мы любим сметаной сливками и уже дать потом минуточку прокипеть со сметанкой или со сливками и тогда уже добавляю чеснок можно сухую пудру чеснока можно свежий чеснок не можно его выдавить можно порезать как хотите и зелень лучше всего конечно идет петрушка сюда да вот можно немножечко сельдерея это то что подходит и потом при подаче можно подать еще посыпать тертым сыром но это уже на любителя и по возможности перемешиваем ну вот перемешала смотрите какая красота конечно вот если морковки было побольше было бы очень красиво кстати если у вас есть паприка тоже красная желтая оранжевая паприка порезать ее длинненькими вот или кубиками кусочками в общем как хотите очень вкусно можно добавить помидоры но опять таки практически в конце перед сметаной как вам такой ужин куриная печенка со спаржевой фасолью запах а вкус обалдеть смакота а здесь вот у меня вот так запекается просто просто картошечка вот порезала до почистила в данном случае можно и не чистить если картошка чистенькая хорошая порезала дольками вот обсушила и на лист до бумаги и уже вот сейчас перед тем как она уже готова посолю поперчу и все ну вот девочки и мальчики я уже добавила смотрите сметану общем этом остаточки были сметаны ложка где-то 100 грамм сливок вот посыпала чесноком соль перец я еще хочу вам сказать что вот живущим в голландии в бельгии в германии я думаю знают вот такой вот сыр это творог чесноком и специями он есть различных фирм марок выглядит он вот так очень люблю добавлять в различные блюда вот я добавила буквально пол коробочки где-то 70 грамм до 100 можно кашу кашу этим сыром не испортишь очень вкусно это придает пикантность и он сейчас вот тает видите он такой как творожок сливочные мягкие он называется сливочный сыр и вот сейчас я это все перемешаю и вот сюда петрушечку свежую и все вуаля блюдо готово я вот порезала помидор у меня за такой деревянный он был какой-то никуда его в салат никуда его не применишь а вот вот как для этого блюда как раз самое то так что вот такая смокота у нас сегодня на ужин не знаю чье это традиционное блюдо начала готовить его так здесь в голландии но хочу сказать что немного голландцев едят как они говорят органы иногда мне даже спрашивают а вы это для кого для собачки берете я вижу да нет для себя угощала друзей голландцев было несколько человек которые все-таки не отважились есть а те которые ели а я еще подавала с гречкой очень им понравилось ну а с картошкой с рисом это вообще конечно милое дело так что вот так всем приятного аппетита кто сейчас кушает или собираются кушать я буду накрывать на стол и звать своих домашних всем пока пока хорошего настроения всего самого-самого лучшего вот такая порция у меня посмотрите для брата и для мужа и они иногда говорят что им мало представляете то тарелка 28 сантиметров в диаметре то у меня брат смеется за кадром но брат не жалуется а вот муж в два раза меньше брата а кушать готов два раза больше